Это означает, что рост платы граждан по отношению к базовому периоду, то есть к ноябрю 2022 года, по Красноярску и Канску не должен быть выше 11,7%, по остальным муниципальным образованиям не выше 9%. Все повышения урегулированы действующим федеральным законодательством. Я вам скажу и хочу отметить, что это не принятое решение на уровне правительства Красноярского края, это решение принято на уровне Российской Федерации. Правительством Российской Федерации было принято постановление правительства номер 2053, согласно которому как раз таки и определено, что с 1 декабря 2022 года должны измениться тарифы на коммунальные услуги, в том числе должны быть установлены соответствующие предельные индексы. Исходя из федерального постановления правительства, указом губернатора были утверждены соответствующие предельные индексы. Более 5,5 млрд рублей ежегодно из краевого бюджета направляется на ограничение роста платы граждан по комплексу коммунальных услуг. Что это означает? Если тарифы, к примеру, устанавливаются экономически обоснованными, с ростом могут быть и 10, и 20, и 30%, то плата граждан в совокупном объеме не должна превышать рост тех предельных индексов, которые устанавливаются субъектом. Если идет превышение, то такая разница компенсируется за счет средств краевого бюджета. Повторюсь, 5,5 млрд рублей ежегодно направляется из бюджета Красноярского края на ограничение роста платы граждан по комплексу коммунальных услуг. Поскольку у нас второе повышение в текущем году произошло, то следующее изменение тарифов произойдет только с июля 2024 года. То есть 1,5 года у нас цены не будут и тарифы в том числе меняться на коммунальные услуги. Предельные индексы устанавливаются по комплексу коммунальных услуг в зависимости от степени благоустройства в занимаемом жилом помещении. К примеру, в жилом помещении у нас может быть централизованное, горячее, холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение и обращение с ТКО, скажем так, поставляются нам услуги. Это и есть комплекс коммунальных услуг. Вот данный комплекс коммунальных услуг мы должны умножить на величину предельного индекса и получить максимальный размер, который мы должны заплатить. То есть бывает такое, что, к примеру, по тепловой энергии тариф может быть чуть выше предельного индекса, при этом под иным видом коммунальных услуг, которые входят в комплекс, может быть рост ниже предельного индекса. В совокупном объеме мы должны заплатить не более, чем величина предельного индекса по комплексу коммунальных услуг. Также хотел бы отметить, что с декабря нужно понимать, что на территории города Красноярска мы оплачиваем коммунальную услугу по отоплению неравными долями в течение всего календарного года, а только в отопительный период.